Угач, Телеканал Донбасс. Не смолкают взрывы в Авдеевке. Из-за обстрелов часть города обесточена. Боевики не прекращают попыток взять штурмом Донецкий аэропорт. Дарья Захарова продолжит. Снаряды снова летели в сторону Авдеевки. Боевики обстреляли блокпост на окраине города. Люди, которые уже несколько месяцев живут под звуки канонады, устали бояться. Здесь всё напоминает о боевых действиях. Выбитые стёкла, воронки на асфальте. В подъездах зияют дыры от прямых попаданий снарядов. На улицах безлюдно. Местные без лишней надобности из бомбоубежищ стараются не выходить. Мир нам надо. Правильно, вы людей не увидите, потому что все прячутся. Дети рождаются в маленьких подвалах сидят. Батсажа, витамина этих прививок нет. Из-за обстрелов часть Авдеевки обесточена. Есть проблемы с водоснабжением. Чтобы пополнить запасы, люди вынуждены ходить за водой под обстрелами. На работе стреляют тоже, бахают так, как... Я на заводе работаю, так, как вот такое безлюдение, что тут вот сидишь и знаешь, куда тебя идти. Тем временем боевики продолжают безуспешно атаковать Донецкий аэропорт. На днях командование провело частичную ротацию силовиков. В самом Донецке ДНРовцы захватили здание областной миграционной службы. Выкрали большую количество бланков для украинских паспортов. Они могут использовать с незаконной методой, а также для перепорядки российских найманцев в других территориях Украины. В Горловке после исчезновения лидера боевиков по прозвищу Бес ситуация заметно усложнилась. ДНРовцы разделились на несколько группировок и воюют не только с украинской армией, но и между собой. Воюют они, у них свое государство какое-то, они воюют с Терриконом 6-7 и воюют с Горловкой. В Горловке сейчас, например, там контингент. Есть русские, есть разного рода бойцы, которые собраны с других областей, то есть не местные. Стреляют горловские сразу по нескольким направлениям, говорят силовики. Огонь открывают как в сторону соседних Майорска и Дзержинска, так и в направлении Дебальцева. На этой неделе, помимо артиллерии, стали использовать и пехоту. Так в четверг два десятка автоматчиков подобрались к украинским армейцам критично близко, на 300 метров. Приняли бой, подходили близко под прикрытием крупнокалиберных пулеметов ЗУ. Ну, у них там Тунгусска, не ЗУ, а Тунгусска. Подходила пехота, ну, хотят взять блокпост в кольцо. Страдают от участившихся обстрелов и местные жители. Накануне снаряды летели в жилые районы Дзержинска. Периодические боеприпасы взрываются и в Майорске. Валентина несла домой воду, не дошла до подъезда всего 20 метров, когда снаряд разорвался за ее спиной. Помогать женщине пришлось армейцам. Врачей в поселке давно нет. Ну, вообще-то я не ощутила сразу ничего. Бежала, просто страшно было, когда начали пролить. Бросили вёдра и просто... Как вы думаете, могу? Я их даже не бросила, мне их выпило. Страшно. Боимся на улицу выходить. Я теперь вообще боюсь. В районе Мариуполя пока относительно спокойно, сообщают в СНБО. Нарья Захарова, Юлия Плесенко, Сергей Моас, Телеканал Донбасс.